Увидев Наталью в первый раз, можно сразу догадаться, что человек творческой профессии. А пообщавшись, начинаешь понимать, несмотря на внешнюю яркость и необычность, это очень открытая и искренняя девушка. По словам Натальи, стать модельером она решила не сразу. Сначала была обычной швеей, но потом поняла, что может больше. Решила поучиться. Меня с швеей перевели в лабораторию. Я там работала сначала лекарщицей, потом иногда делала конструкции, но очень редко. Потом решила, что надо поучиться рисовать, и пошла к своей учительнице. Она была преподавателем, которая преподавала в сфере обслуживания колледжа. Бищук Светлана Викторовна. И она научила меня рисовать так с большего за пару месяцев. Наталья Лиховец сегодня известная личность в городе над Бугом. Несмотря на то, что живет девушка в Минске, работает с известнейшими людьми белорусского медиапространства, это не мешает ей вести модную рубрику в Брестской областной газете «Заря» и шить для друзей и знакомых. Среди минских звездных клиентов – Искуя Абалян, Ольга Рыжикова, Алена Ланская. Но такая напряженная работа предполагает жесткий режим дня. Если честно, раньше мне очень сильно хотелось шить для каких-то знаменитостей. Пока что до России я не добралась, но наши белорусские. Туда входит Ланская, Алена одевали мы ее. Оля Рыжикова, ведущая, Искуя Абалян. Саше Александру Солодухе собиралась шить костюм, но как-то мы никак не можем с ним все встретиться из-за времени подходящего друг к другу. Участие в конкурсе Miss Supra National 2013 открыло творчество Натальи Леховец всему миру. Ее необычное платье с шикарным шлейфом, на котором изображена живописная белорусская природа, покорил международные жюри. Несмотря на регламент в цветовой гамме, Наталье удалось через образ раскрыть красоту белорусской души. Сегодня девушка активно работает, с каждым днем количество заказов растет. Это самый главный наряд был для нас, тем более, что конкурс проводился на нашей земле белорусской. Мы должны были не ударить лицом в грязь. Я носилась с этими эскизами очень долго, раза три. Ну, для меня это долго. Мы обсуждали, там был целый консилиум, там продюсеры, менеджеры, пиарщики. Мне надо было много очень условий выполнить. Этот цвет белый-голубой, чтобы был, это орнамент и какая-то фишка белорусская. У Натальи еще много планов на будущее. В них есть и индивидуальные коллекции, и творческие показы. Она придерживается своего жизненного девиза – бороться до последнего, верить в мечту и никогда не останавливаться. И что-то подсказывает, что об этой талантливой девушке мы еще услышим.